Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас снова приветствовать на канале Клагемауэр ТВ «Стена плача». Наверное, каждый, кто следит за событиями в мире, задумывался над тем, какая конечная цель у революционного цунами, которая надвигается со стороны Запада. Еще перед крымским кризисом свободный немецкий журналист, писатель и режиссер Герхард Вишневский дал интервью немецкоязычной программе Иранского радио о событиях в Украине. На вопрос, не является ли Россия конечной целью управляемого Западом революционного цунами, Вишневский ответил, «Да, совершенно точно. Все геополитическое развитие указывает в основном на восток. Будь то Северная Африка, от Туниса до Сирии, или Европа, где ЕС подминает под себя все страны в восточном направлении, и Украина должна стать следующей добычей. Естественно, все это движется на Россию. Это знает и Путин. Здесь мы увидим, станет ли Россия, находясь под давлением, решительно наступать. Это зависит от того, как сильно Россию в геополитическом смысле прижмут к стене. «Если зверя все сильнее прижимать к стене, он будет вынужден агрессивно сопротивляться», – говорит Герхард Вишневский. А это, дорогие друзья, закон природы. И, наверное, нужно задуматься, стоит ли будить спящего медведя, как многие на Западе называют Россию, ведь это большой и сильный зверь. Дорогие друзья, если вас коснулась эта мысль, не молчите, передавайте ее и дальше.